Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня на вопросы нас, наших слушателей, согласился ответить известный российский режиссер Юрий Грымов. Юрий Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас являетесь художественным руководителем театра «Модерн» в Москве. И в этом сезоне у вас идет пьеса «На дне» Максима Горького в вашей интерпретации. То есть на Горьковском дне бедняки, воры, проститутки, чернорабочие. У вас на дне бизнесмены, рублевские жены, депутаты, предприниматели с айфонами, спа-салонами проводят праздный такой образ жизни, ведут. И тут речь о бедности духовной, а не о финансовой, как я это поняла. Мне кажется, то же самое писал и Горький. Горький же писал о духовном опустошении, а не как материальном. Ну вот на ваш взгляд, духовная бедность богатых людей – это отражение сегодняшних проблем современной России или нет? Ну знаете, я думаю, что здесь комплекс всего. То есть нельзя сказать однозначно сегодняшняя Россия, вчерашняя Россия. Мне кажется, это существовало всегда, просто когда в 90-х годах случился некий переворот, я имею в виду, ну не государственный переворот, а переворот сознания, когда деньги стали самоцелью, самоцелью, да? То есть когда деньги любой ценой. Я там из старой московской семьи, и я не помню, что в нашей семье или в кругу моих знакомых деньги являлись главной темой разговора. Ну, то есть их не было, понимаете, да? Но это не была главная цель. Была главная цель – что ты хочешь делать, кем ты хочешь быть, какие-то уважаемые люди, и ты к ним тянешься. А потом это все произошло, и в этот момент, знаете, как кессонная болезнь, когда человек быстро поднимается наверх, его культурный, образовательный уровень дотягивает. И вот вы видите, происходит некий такой спазм, и происходит некое разрушение духовное. То, что я сделал у себя в Театре Модерн на дне горького. Там это и происходит. Там эти молодые жены, переходящие, знаете, как знамя от одного мужчины к другому. Это все есть. И я ставил спектакль, конечно, про тех людей, которых я знаю. Я видел этих людей даже, с кем-то я был дружен или там сейчас знаю. Поэтому, наверное, и с этим связан наш какой-то успех. Люди покупают билеты и хотят посмотреть, что происходит сегодня в умах у нас, россиян и так далее. Вот сегодня, на ваш взгляд, эта ситуация не меняется, учитывая, что большие деньги появились у людей после развала Советского Союза. И не было вот этой действительно традиции, не было культуры обращения с ними. Но прошло уже более 27 лет. Вот сегодня еще не научились до сих пор все-таки воспринимать деньги? Ну, понимаете, я всегда говорю еще про качество денег. Вы, наверное, знаете, наверняка знаете, вот был же случай, были случаи, когда, помните, там шоу-бизнес, и я к этому имел тоже небольшое отношение. Люди ведь не гнушались жать руку или приходить в дом или петь на дачах воров в законе. Помните, в 90-х годах это было. Эти фамилии летали и в прессе, и на устах людей. И этим гордились, Витя. Пропали, извините, алло. И этим в том числе и гордились, потому что я помню интервью из 90-х. Да, гордились, конечно. Да, вот они были там у Япончика. Приближенные такие. Я уже не помню, понимаете, и все время я вот себе вопрос задавал, говорю, ну, как же так, мы знаем же качество этих денег, да, это, там, ну, банально, там, кровавые или, там, грязные деньги. Но деньги, понимаете, вот этот момент, он, конечно, наверное, сегодня уже уходит, ну, куда-то в прошлое, потому что мне кажется, что сегодня люди задумываются об этом. Потому что, ну, вот я считаю себя таким максималистом, наверное, каким-то в душе, но я вот, то, что называется, не замечен. Я никогда не общался с этими людьми. Были у меня какие-то отношения, там, я какие-то снимал видеоклипы, там, по молодости кому-то, но я никогда бы не стал бы вводить дружбу с этими людьми. Это, во-первых, себе дороже. Тебя это разрушает. Поэтому сегодня, да, что-то изменилось. Отношение к деньгам стало другое. Произошла некая переоценка. То есть люди прекрасно понимают, что случилось в 90-е, как потерялась страна быстро, там, 10, ну, я думаю, ну, не 10, хорошо, 50 человек быстренько нашлись и стали мега-богатыми людьми просто в одночасье. Мы же прекрасно это понимаем. Причем мы же говорим не о том, что кто-то завидует или не завидует. Но когда идет разговор о каких-то вот они бизнесменах, я не воспринимаю. Я не воспринимаю это как бизнес, потому что это то, что называется по случаю. Да, это было опасно. Стреляли. Не все выжили. Понятно. Но эти люди, которые быстро поднялись. То, о чем мы говорим в пьесе Горького, там же тоже об этом говорится, что, говорит, я вперед-то был во фраке. Потом я растратил казенные деньги и переоделся в тюремную робу. А теперь я вот в этом. Ну, и он показывает, ну, как бы на себя, дорогая одежда, там, дорогие часы. То есть это написал Горький тогда, понимаете? Или когда у нас пьеса начинается с того, что девушка говорит, знаете, я никогда не выйду замуж. Будь он хоть принц американский, а все его товарищи шутят, и говорят, врешь, за Абрамку выйдешь. Понимаете? На кого намекаем? За Абрамку выйдешь, да? Вот. А в конце пьесы у Горького герой говорит, знаете, я уйду в хохлы. Говорят, там новую веру изобретают. Понимаете, это страшно, но это сегодняшний день, как мне кажется. Ну, а вот спектакль по роману Хаксли о дивный новый мир, вы сказали, что автор сильно опередил время, написав такой роман. Да. Там рассказ тоже о мире, где отсутствует институт брака, беспорядочные половые связи и так далее, там, выращивание детей в инкубаторах. Вот в этом спектакле зритель тоже каким-то образом узнает современность? Вы знаете, тут удивительная история, потому что стоит говорить о разных категориях зрителей. Зрители, которые 50+, они сразу все это понимают за первые, там, не знаю, там, 15 минут. Они понимают, они понимают, о чем идет разговор. А вот молодежь, она как бы вкупается в этом и в конце понимает, что так жить нельзя. И у них волосы дыбом становятся, потому что они понимают, что они так же по уши в этих соцсетях, то, что мы говорим безнравственно. Причем мы это говорим не ханжински, а по-настоящему, да. То есть, ну, появилось же слово там не любимый, а партнер. Ну, то есть, ну, партнер. То есть, люди ухитились разделить секс и любовь. Вот в моей молодости, да, мы это не разделяли. Может быть, это старомодно звучит, но не разделяли. Понимаете, это всегда было влюбленностью, всегда было по любви, как-то не делилось. А сейчас во многих это делится. И об этом написал Хакс. Об этом. Они отменили Бога, они отменили чувства. Да, и мы как раз на эту тему говорим и противопоставляем живой мир. Мир, ну, в кавычках, там, дикарей, которые живут таким понятием, как папа. Даже не отец, а папа. Поэтому молодежь реагирует бурно очень. Люди взрослые, им это, наверное, неинтересно, потому что они понимают, о чем мы говорим. Они сами переживают на эту тему. Ну, взрослый человек. А для молодежи, которым приоткрывается этот момент, и они узнают себя, узнают своих знакомых. В этих отношениях и стремлениях к такому, ну, скажем так, определенному институту брака. А что вот это за история произошла, когда преподавательница из московской школы, которая привела школьников в ваш театр, на спектакль как раз на этот уволили? Ну, это бред. Это случилось и так. Мы выпускали спектакль на дне. И, знаете, всегда есть такие женщины, которые групповые, ну, покупают билеты для групповых посещений. Всегда есть спектакль театры, они ходят, покупают. Для кого-то это просто деятельность, для кого-то это бизнес. И мы пригласили эту женщину, сказали, что у нас вышла тоже школьная программа, потому что Хаксли – это внеклассное чтение. А на дне это школьная программа, типа, приходите. Она говорит, я уже в ваш театр сходил. И мы начинаем разговаривать. И она говорит, да, ее уволили после посещения. То есть дети, которых она привела, это были старшеклассники, 10 билетов она купила. Дети рассказали родителям, что они сходили на спектакль. И, может быть, не очень умно они рассказали родителям, что там идет разговор про свободную любовь. Ну, какой-то родитель не разобрался, пришел в школу, сказал об этом директору. Директор, не разобравшись, уволил эту женщину. Мы, не называю я ее имя, потому что она просила не называть. Она с трудом устроилась на другую работу, и она боится, знаете, вот этой как бы огласки. Но этот факт реально случился. Это грустно и печально. И я очень рад, что когда мы подняли шум, что там департамент культуры, очень все начали реагировать бурно. И я очень хотел это поднять, чтобы не было подобного прецедента. Чтобы не было подобных вещей. Потому что женщина, которая вне свое рабочее время, то есть вечернее время, водит с учащихся, вообще на самом деле надо премию выдавать. И, так сказать, я пользуюсь случаем, вот сейчас нас слушают радиослушатели, поверьте, в театре может произойти меньшее зло, чем то, что может произойти в социальных сетях. Театр – это всегда плюс. Потому что это все равно пища для размышления, это все равно немножко все другое. Поэтому театры боятся зрителям и родителям не надо. Вот эта история, как мне кажется, она ведь укладывается в концепцию, которую описывали писатели в жанре антиутопии. У Орла, например, у одного из героев был сын, который внимательно следил. У Замятина, опять же, в «Мы». И вот эта история, что женщина пострадала из-за того, что пошла в театр, она как раз получается, что является неким отражением того, о чем вы ставили спектакль. Да, конечно, там это есть. И вот те, кто читал этот роман, там же есть разговор, когда приезжает мать, у нас ее играет прекрасная Анна Каменькова с дикарем. Вот это противостояние как бы и существует. Конечно, да, это продолжение этого маразма или антиутопии. Да, это продолжение, потому что ничего не изменилось. Вы знаете, что Герберт Уэллс сказал, когда он прочитал роман Хаксли? Он сказал Хаксли, как ты мог так унизить читателя? То есть Герберт Уэллс не верил, что может быть такой маразм. Понимаете, да? Он говорит, так нельзя, ты не прав, ты совсем уж расфантазировался и так унизил человека. А оказалось, прошло какое-то небольшое количество времени, и мы с этим столкнулись. То есть до этого были сверхнации, которые пытались создаваться, и фашистские Германии, и так далее. А сегодня правит нечто другое, потому что тот же Цукерберг, там, потому что история сплошная чушь. Об этом же говорится. Ну, конечно, история сплошная чушь. История не может быть чушью. То есть надо историю свою осознать и двигаться дальше, понимаете, да? Через осуждение, через восхищение, но осознать. Поэтому этот спектакль, конечно, сегодняшний актуальный. Но осознание истории, ведь это такой непростой и очень часто, как мне кажется, субъективный момент. Потому что человек боится, ну, может быть, даже бессознательно узнать черные страницы. Он старается от них отказаться. Это наблюдается на постсоветском пространстве. Отношение к революции, отношение к Сталину, отношение к каким-то преступлениям, которые были на этой территории. Вот очень часто можно услышать, что это все клевета, это не так, вы пытаетесь оболгать и так далее и тому подобное. Вот театр помогает в процессе осознания человека? Думаю, да. Думаю, что вообще литература, искусство, театр, кино в меньшей степени. Потому что кино сегодня стало, к сожалению, совсем развлекательным. Конечно, важно. То есть когда сегодня я слышу разговоры про Сталин, и когда говоришь, что он удачный менеджер, у меня волосы дыбом становятся. Это преступник, это, безусловно, бандит, наверное, неправильно. Это преступник. Человек, который совершил гипноцит над собственным родом, который уничтожил элиту, то есть уничтожил генофонд. И кто-то его оправдывает. Но для меня это дикость. И поверьте, для многих людей, которых я знаю, для них тоже это дикость. То есть для меня здесь нет оправдания. Вот сейчас я начинаю репетировать новый спектакль, посвященный Ольге Чеховой. Михаилу и Ольге Чеховой. Ну, уже в эмиграции, когда они уехали в Америку и так далее. И ведь она же, ну, как бы считается, Ольга Чехова работала на три разведки. Ну, так как бы в кавычках. Доказательств нету. Но она имела встречи с Гитлером, Ольга Чехова. И она познакомила Гитлера с Терево Братом. И у нее был разговор потом с Берией, когда уже в 45-м году, когда все закончилось с Гитлером. Да, но это большие люди, которые в своей биографии, своим даром ухитрялись влиять даже на таких монстров, как Гитлер. Ну, понимаете, то есть они заставляли их, может быть, как-то на секунду вернуться в, так сказать, в человека. Вот об этом мы тоже ставим. И Берия у нас есть герой, который совершенно тоже вурдалак абсолютный, хотя очень активный. И сегодня, можно сказать, ой, какой прекрасный Берия, можно так сказать. Он там атомную энергию построил, вообще был такой. А при этом он ненавидел тех людей, с которыми он работал и мечтал уничтожить там весь этот МХАТ. Я уже не хочу цитировать слова, потому что это нецензурная брань, что эту МХАТовскую ТРП, ну, понятно, нужно закончить и Качалова и так далее. То есть это же тоже часть нашей истории. И если мы это не осознаем, значит, мы можем допустить подобного менеджера и получить опять себе то, что мы получили в 30-40-х годах в России. А соприкосновение художника с властью, если мы говорим, кстати, о Горьком, которого уже упоминали, он, в общем-то, был обласкан советской властью и считался главным пролетарским писателем, это не вредит художнику? Это не может оказать на него разрушающее какое-то... Очень индивидуально, понимаете, очень индивидуально. Понимаете, Горький – это большой мастер, и я вам скажу такую вещь, что я вот столкнулся с Горьким, ну, как и вы, наверное, где-то читая, слышая о нем, конечно, учебная программа, но так плотно я столкнулся с ним, вот, работая над спектаклем на дне. Вы знаете, Горький – это такая, знаете, такую плоть, понимаете, такая плоть, такая мощь. Это очень тяжелое чтиво, это очень тяжелое чтиво, но когда актеры это присваивают себе, и мы понимаем, что мы играем, о чем мы играем, про кого мы играем, и неправильное слово говорю «играем», потому что играют в футбол, да, а мы существуем вот в том образе, в той жизни, которая создана на сцене, и вдруг Горький льется, и мы узнаем этих людей, а читать крайне сложно. Это вот гений Горького. А то, что вы говорите про власть, это очень индивидуально, понимаете, это прям очень индивидуально. Большие художники превращались в не очень хороших людей, имея контакт с властью, или бывало наоборот. Нет, это, знаете, точно так же, смотрите, мы сейчас с вами общаемся, у нас же есть возможность сейчас говорить о чем угодно, да, нас слушают люди, и в этом есть дар. Ну, у вас, там, у меня есть такая возможность, мы же сейчас можем говорить про всякую дрянь, согласны? Ну, тем самым плодя вот это зло или грязь, понимаете? Это вот есть выбор, так же и человек, который приходит и контактирует с властью, у него есть возможность что-то, может быть, изменить. И, кстати, факт непроверенный, но я читал об этом много, что Горький как раз уговаривал Ленина не расстреливать царскую семью. И, насколько я знаю, Горький ехал с письмом, уже подписанным Лениным, чтобы царскую семью не расстреливали. Ну, это хитрость коммунистов была так навсегда, то есть одно дело подписать, и пока Горький доехал, их уже расстреляли, понимаете? Это тоже, мы знаем, такие приемы. Но я бы не стал бы говорить о том, что как-то власть может повлиять. Нет, это человек. Все равно вы стоите перед выбором, и сила нас в том, что мы всегда знаем, когда мы совершаем плохой поступок. Мы же знаем, что мы совершаем не очень хороший поступок. А вот переступаем мы через это, это уже другой разговор. Но мы знаем этот момент, мы чувствуем его, мы осознаем. И неважно, знаменитый человек ты или не знаменитый. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, прервемся на несколько минут, а потом вернемся и продолжим наш разговор. Российский режиссер Юрий Игрымов с нами на прямой связи. Во второй части мы начнем принимать ваши звонки, так что оставайтесь с нами буквально несколько минут, потом продолжаем. Нет, к большому сожалению, я проработал там полтора года генпродюсером, и я, к сожалению, как бы разочаровался в этом всем, потому что, знаете, нельзя жить с установкой «постоянно все минус», да, или с установкой «постоянно все плюс». Да, это такая некая однобокость, это как десерт есть целый день, да, то есть это можно заработать с сахарным диабетом. И мне казалось, что молодой телеканал и все вот это новое, что может быть, и разговоры, и переживания, они должны быть какими-то сегодня очень важными, актуальными. Но, к сожалению, я, ну, как бы так, не нашел в себе там применения, мне не нравились кое-какие позиции там, я не видел сильной разницы между федеральным, там, условно, каналом и этим каналом. Вот только на одном минус, на другом плюс, я не люблю, вот это то, что на английском слово русская оголтелость, вот это я не люблю. Мне казалось, что телевидение должно нести, ну, мне так кажется, образовательный момент, да, безусловно, информационный, но образовательный. Но, с другой стороны, есть прекрасная фраза, умозаключение, что любой поступок, совершенный публично, это образование. Поэтому все то, что мы с вами сейчас разговариваем, это тоже часть образования, ну, для кого-то, кто нас слушает, да, или антиобразование. Поэтому телевидение мне сегодня совсем неинтересно, наверное, и кино, хотя вот у меня вышел недавно фильм «Три сестры» по Чехову, его сейчас можно там и скачать, он есть в антенце. Вот, но театр – это большая территория свободы, и там есть зрители. Ну, если говорить о свободе, вот российские СМИ, на ваш взгляд, находятся в рамках цензуры сейчас, или существуют какие-то независимые пресс-службы, может быть, или это смешно об этом говорить в России сейчас? Ну, я думаю, что смешно, объясню почему, потому что, ну, что значит независимые, вот я не очень это понимаю, да, значит, они все равно, в основном, в основном, как зависимые, да, то есть есть там в Америке телеканал «Фокс», да, он полностью зависит от государства, да, и если телеканал полностью зависит от государства, значит, что он делает, он продвигает и не государство. Это правильно. Вы можете его не смотреть. Вот территория свободы здесь у нас с вами, мы можем не слушать и не смотреть. Вот наша свобода, да. Но есть революционная политика, она вот такая. И тут, так сказать, никуда не деться. А в театре, почему больше свободы? Здесь, ну, нет начальника. Вот я буквально сегодня у нас был в совещании с министром культуры, обсуждался, что в следующий год театр, и, знаете, я вот уже там почти два года руковожу театром, и я скажу, что, ну, никто мне не говорил, что-то что-то ставить, что-то не ставить, или там какие-то делать мне мимо лицом, что вот это, наверное, не надо. К выборам, когда были выборы вот эти недавние, я поставил пьесу Юлий Цезарь Шекспира, она про выборы. Шекспир написал про выборы уже все. 114 лет эта пьеса была запрещена в царской России, она была запрещена, и в советской России она была запрещена, потому что там идет разговор про выборы, и на выборах убивают Цезаря. Вы понимаете, да? У нас же политик, это как Микки Маус, спаситель, или как Дед Мороз с подарками, это политик. Всегда было в СССР. Понимаете, я ставлю, и нормально, у нас полные залы, мы говорим, и люди говорят, слушайте, а это же прямо вот про сегодняшний день, причем не российский, а вообще мировой. Что происходит с политиками, как они общаются с людьми, и у меня главное действующее лицо не Цезарь, у меня главное действующее лицо это народ. Народ. Он допускает или разрешает то или иное решение политики. Народ безмолвствует по Пушкину, получается? Извините, не слышу. Народ безмолвствует, получается, по Пушкину? Нет, молвствует. Молвствует. Только потом он быстренько забирает свои слова обратно и опять молвствует. И все по новой. И все по новой. Шекспир написал, там моментально Марк Антоний после смерти все это так развел, что стал на трон, не собираясь. А Кассий, ну это в моей интерпретации, Кассий развел, извиняюсь таким сленговым языком, развел Брута. Он Брута подтолкнул гордость нации, любимца Рима, о честный Брут, к тому, чтобы он убил Цезаря. Ну потому что если бы это убил Кассий, это было преступление. А когда это убил любимец Рима, Брут, это было уже ритуальное убийство и спасение народа. А потом всех развел Марк Антоний, прибежник Цезаря. Ну это довольно-таки забавно, потому что это очень как-то все знакомо для всех. Ну вот вы работали с Людмилой Улицкой и ставили по ее книге Каза Скукотского фильм. И как раз Людмила Улицкая, с которой мы брали интервью, она однажды сказала такую фразу про шестидесятников, которые сейчас достаточно популярны, темы Евтушенко и так далее. И она сказала, что это первое поколение в Советском Союзе, которое осознало, насколько они несвободны. И в этом, наверное, заключался феномен. Вот сегодня общество осознает вот это, что может быть свобода – это иллюзия, или как у Орла, свобода – это рабство. Вот все вот эти рассуждения философские. Есть ли такие вещи? Говорить про шестидесятников – это больная тема, потому что я большой поклонник советского кино. То, что русского кино практически не было, понимаете, да? Развитие русского кино достигло в советский период. То есть это было как раз в 60-е годы, когда открыли эти гайки, отвернули ручки, и все это понеслось. То есть была установка партии правительства. Потом, конечно, Хрущев включил заднюю, и все это завернулось. Но, конечно, это был колоссальный адреналин, и все то, что появились, какие фамилии, и тут можно по передаче перечислять эти фамилии. Сегодня ситуация немножко другая, потому что выправиться, если мы говорим про кино, выправиться из состояния любой ценой в Горливуд пока ни у кого не получается. Я все время удивлялся, как любой человек мечтает работать в Горливуде, не понимая, что просто эта система производства не более того, где тебе предлагают быть винтиком. Да, и есть прекрасное размышление Колотозова, прекрасного советского режиссера, когда он посетил Америку, два года, кстати, он работал, ну, по обмену ездил в Америку. И он сказал, говорит, удивительная вещь, как же здесь странно все устроено, не как в России. И он сказал такую вещь, что в Америке режиссер или продюсер, достигший успеха, ну, каким-то фильмом, и все начинают его тиражировать, этот успех, пытаются повторить то же самое еще раз и еще раз, чтобы зарабатывать и зарабатывать. И он пишет, а в России так невозможно. В России, если ты достиг успеха своим мыслением, да, своим углом зрения, то другой художник создает свое. Вот это уникальная история, которую российское кино потеряло. Именно свое, то есть именно язык. А сейчас все гонятся за бокс-офисом, то есть кто сколько заработает, но это все смешно, это, знаете, как вот российское продюсерское кино, оно полностью себя дискредитировало за последние 20 лет. То, что вы сами можете столбиком посчитать, сколько потрачено, сколько заработано. А вот то, что потрачено, это в основном государственные деньги, процентов на 95. Поэтому я же все прекрасно это понимаю, и вот стремление быть кем-то, а не быть самим собой, вот проблема идентификации нации. То есть быть кем-то, да. Вот вы как раз говорили, я почему вспомнила о Дожде, потому что вы говорили, что работа на канале Дождь частично связана с разочарованием в кино. Вот вы говорили, что государство выстраивает какую-то определенную кинополитику, и вот это то, как раз о чем вы сейчас говорили, что вас разочаровало в киноиндустрии именно сейчас? Ну, меня просто разочаровывает, что индустрии нет, вы понимаете. Сейчас трудом производится, ну, может быть, там 70 картин. Я сейчас не говорю про качество, да, картин. Я считаю, что не может продюсер обращаться в постановку государства и просить деньги. Должна быть построена такая система координат, чтобы и создать такие условия, чтобы было выгодно снимать кино. Кино снимать невыгодно. Не верьте никому, что в России это выгодный бизнес. Нет. Нет. Вы в калькулятор столбиком считаете, и вы увидите, что это совершенно непредсказуемый, невыгодный бизнес, потому что объемы картин несоизмеримы с потоком западных картин, которые приходят в российский прокат. Ну, просто несоизмеримо, да. И многие кинокомпании и прокатные компании работают по прокатным, пакетным методам. То есть, трудно. И зритель привык к этому. Все-все-все сильно изменилось. Я считаю, что почему театр жив? Театр – это правильная государственная политика и энтузиасты театра. Вот то, что случилось. В кино я сейчас не вижу энтузиастов кино и не очень вижу правильную государственную политику. То есть, получение гранта, снять кино – это тупиковое развитие. Нужно создавать условия, чтобы было выгодно снимать кино. Вопрос от нашего радиослушателя через Фейсбук поступил. Дмитрий его задает. Расскажите о проекте «Витас». Вы же имели к нему не последнее отношение. Уникальный голос или хороший звукорежиссер? Вот такой вопрос. Ну, понимаете, я… Да, я с самого начала принимал в этом участие. Придумал этот образ. И придумал вот эти там жабры. И мне казалось, что это все интересно. Он только приехал, по-моему, он с Украины приехал, этот певец. Но не более того. Потом мы больше никогда не встречались. И мне это стало совершенно неинтересно. Вообще, мне шоу-бизнес давно уже неинтересен. То, что я там занимался ЛСУ и там чем только я не занимался. Мне просто это неинтересно. Потому что с 90-го по 2000-й год это все-таки было подобие шоу-бизнеса. То есть люди собирали стадионы и так далее. Да, и развитие русского рока и так далее. То сейчас это в основном корпоративы. Люди поют на свадьбах или на праздниках какой-то компании. Это не имеет никакого отношения. То, как я там люблю музыку, независимую музыку и так далее. Это стало совсем не так интересно. А что изменилось? То есть общество требует другого. Почему 90-е в этом смысле, несмотря на все их особенности, в общем-то, производили какие-то артистов, появлялись там рок-культура, даже поп-культура и так далее, которые на слуху до сих пор. В 90-е годы это случайность, понимаете. То, что произошло, открылось такие, знаете, там лихие 90-е. Я не очень люблю это слово, лихие 90-е. Для меня 90-е это аттракцион. Знаете, такие, как американские горки. Вниз, вверх, вбок, там ду захватывают и так далее. Вообще, на самом деле, возможностей появилось много. У всех, все по-разному этими возможностями, естественно, в меру своего воспитания воспользовались. Но это все какое-то было наполнено кислородом, поверьте. Это все было вот «хочу», «давайте так», «это интересно». Индивидуальность, там развитие российской моды, появление русского рока. Я могу массово все перечислять. Появление телевидения, активного телевидения с оригинальными программами. А сейчас сегодня телевидение в основном покупает какие-то лицензионные передачи. На телевидении, наверное, сейчас, может быть, 2-3 передачи своего производства, остальное все лицензия. Поэтому оно не было таким политизированным, впрямую, как сейчас. Сегодня телевидение политизировано. Потому что это некий инструмент. А когда, помните, Ленин говорил, что важнейшим в основном является кино. Почему? Потому что это инструмент влияния. Инструмент влияния. Кино не является сегодня инструментом влияния. Он не такой влиятельный, как телевизор или как интернет. Поэтому кино и страдает. Поэтому кино и страдает. Ну вот говоря о кино, в 1998 году состоялась премьера вашего первого полнометражного художественного фильма «Му-му». И насколько сложно в те годы вообще было организовать процесс съемок, найти финансирование, опять же, и так далее? Ну, конечно, это всегда сложно было. Но я скажу такую вещь, что... Ну, просто, наверное, мне повезло, что еще были люди, на фильмах которых я воспитан, и оператор у меня был Юрий Клименко. До этого я работал с Георгием Эрбергом, изначально оператором Тарковского. И я зацепил людей, которые говорили слова на кухне под стопку водки, но они говорили слова, говорит, понимаешь, говорит, Юр, говорит, все-таки искусству надо служить. Я не очень понимал тогда этих слов. Сегодня, наверное, я понимаю, о чем они говорят. Я понимаю. Поэтому мне повезло, что группа, люди, которые на меня влияли, и тот еще Мосфильм, когда все еще работали на пленке, это все было немножко другое. Меня... Я помню тогда, я все-таки начинающий молодой режиссер, и меня водил ассистент оператора по Мосфильму в лаборатории. И говорит, подожди, пойдем. Он заходит в лабораторию, где проявляет пленку, и заводил меня и говорил, познакомьтесь, это Грымов. Картину этого режиссера мы сегодня с вами будем проявлять. Я говорю, а зачем мы это делаем? Говорит, ты не понимаешь. Они же тоже над тебя работают. Мы же все вместе. И меня водили по лаборатории, понимаете, и знакомили с этими милыми женщинами в белых халатах в лаборатории, которые занимались пленкой. Понимаете, то, что было, да? И такого было очень много. И Матиль, с которым я имел очень такие плотные отношения, и я помню, как он переживал развал этого кинематографа, полное отсутствие желания и денег у государства что-то финансировать. Нет, кино, к сожалению, нет. В театре все осталось. В театре уникальная система. Вот вы задумайтесь, в одной Москве 98 театров. Это уникальное завоевание Советского Союза. Уникальное. Есть театры в спальных районах, в маленьких районах, где, ну, там, небольшие районы, да, и тот же большой театр. Понимаете, какой контраст театров. Есть театры кошек, есть детские театры, есть театры клоунады, там, драматические музыкальные. Это уникально. Это вообще уникально. И практически во всех театрах очень неплохо со зрителями. А если еще где-то там есть некая активность, то вообще не попасть. И стоит это дорого. Вот это уникальная история. Вот то, что с кином мы не смогли сохранить. Кино – это уже все. К сожалению, я не верю в ближайшее восстановление. А страх быть непонятым. Вот такие фобии присущи режиссерам? Потому что, ну, есть мнение о том, что фильм Германа, последний фильм «Трудно быть богом», многие не поняли и не приняли, несмотря на то, что он, в общем-то, наверное, стал судьбоносным для него. И, в общем, он снимал его более 14 лет. Вот эта история, насколько она для вас важна? Чтобы вас поняли? Ваши высказывания поняли? Я понимаю, я думаю, что все равно это надуманная история понять, не понять. Я думаю, что она придумана больше, ну, вот, журналистами, которые задают вопрос. Я задал себе этот вопрос иногда, но, опять-таки, в каком-то интервью, вот так общаюсь, как с вами, да. Понимаете, я же по-другому не могу. Вот я, там, буду не понял. Значит, я должен что-то себе изменить. А я не могу. Что я себе могу изменить? Я именно так мыслю, художественно мыслю. Я именно так беру темы, которые сейчас ставлю в театре. Я ничего не могу сделать. Я так живу. И если зрители разделяют мою позицию, они приходят, покупают билеты, радуются или входят в диалог со мной. Понимаете? А когда вы говорите про Германа, я вообще режиссера воспринимаю целиком, а не отдельно. Что значит, если там Герман Старший мне интересен, да, там есть любимая картина, есть менее любимая, есть, которая мне не нравится, но я из-за этого не меняю отношение к режиссеру. Мне интересен этот человек. Понимаете? А если я буду измерять его картину, о, это не люблю, это плохо, и я забыл. Значит, тогда у меня нет интереса к этому человеку. А Герман Старший – это личность, да, которая рассказывал близкие для себя истории. Вообще, на самом деле, я считаю, что режиссер не может, как и автор, вот вспоминали, там, Люсю Урицкую, да, мы с ней говорили. Вот, и она говорила, что про тот же Каус Кукотску, когда я решил его экранизировать, она говорит, Юра, это нереально. Ну, я 16 лет писал о своей жизни, этот роман, и его трудно экранизировать, но я увидел в нем что-то свое, и рассказав ей концепцию, мы сняли этот телефильм, которым я очень горжусь. Я очень люблю эту картину. Она очень трудная была. И, кстати, я скажу больше, после этой картины я перестал комплексовать, когда меня называли режиссер. Потому что я как-то думал, ну-ка, хорошо, режиссер. Но Тарковский тоже режиссер. Ну, какой я режиссер, да, и какой он, потому что я люблю творчество Тарковского. А вот фильм Каус Кукотского – большая такая сага, столько там в картине происходит событий, и картины длинные. Она идет 8 часов, разбитая там на 12 серий. Вот после этого я понял, что все-таки чего-то я как-то с профессией договорился. И я уже думаю, ну да, режиссер Юрий Грымов, да. Да, думаю, да, я и право так говорить, потому что для меня был такой профессиональный поступок этот фильм. Вопрос у нас от радиослушателя. Звонок на линии. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Вадим Анна Виктора, уважаемый гость. Я с вами не соглашусь. Постулат Владимира Ильича о кино справедлив и вчера был, и в 90-е, и сегодня. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Почему? Я объясню, почему. Потому что ваше утверждение о том, что российское кино сегодня, в общем-то, никакое, не согласен. Вот такие сериалы, как «Меч», «Сармат», «Девятая рота», «Марш-бросок», понимаете? Вот это настоящее русское кино, потому что в них совершенно очевидно для любого. Ваш вопрос, пожалуйста, Виктор, задавайте, чтобы гость мог на него ответить. А вот когда показывают смех за экраном, секунду, я закончу мысль, когда показывают смех за экраном, вот это чистый Голливуд. Вот это порвать шаблоны, как говорят психологи. Вот она, идеологическая война. Да, спасибо. Но вот эта реплика, а не вопрос, несмотря на мой призыв, но тем не менее прокомментируйте. Ну, мне трудно на реплику. Это мнение человека, мнение зрителя. Он имеет на это полное право. Тут здесь не может быть дискуссии, но когда он говорит про Ленина, то есть я уже не стал продолжать фразу, но я продолжу фразу Ленина. Он уже сказал, что важнейшим из искусств является кино и цирк. И продолжаю дальше, то, что сказал Ленин. Так как русский народ безграмотен. Вопрос от Сергея, который поступил по Фейсбук, зачитаю, как есть, красные или белые? Это красные или белые? Вопрос такой, как раз. Да, вот вопрос зачитал без купюр, но я так предполагаю, что речь идет... Ну, я думаю, что белые. Белые, потому что, если я понимаю то, на что он спрашивает, потому что люди, вот этот красный террор, который пришел в 17-м году, и для меня эта тема такая не просто так связана с тем, что я там что-то читал или слышал, а я готовил проект, у меня до сих пор он есть, назывался проект, у меня «Великая фальшивка октября». Я два года там просуществовал с экспертами в архивах Российской Федерации по поводу вот этого года, 17-го года, день за днем, да, я хотел снять эту историю. Поэтому если на вопрос белые или красные, конечно, белые. Еще вопрос от слушателя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Константин. Да, слушаем вас. У вас вопрос будет к нашему гостю? Я понимаю, что реплики – это популярная история, но тем не менее. Нет, ну реплика, вот такая. Да, спасибо. Ну вот такая дискуссия между радиослушателями параллельно возникла в ходе нашего обсуждения. Да, ну можете как-то прокомментировать. Ну, нет, ну я не знаю, что мне комментировать, ну крайне сложно, потому что к феномену Ленина я вообще отношусь как-то очень странно, потому что для меня это совершенно странный персонаж, он появился очень странно в истории, он никакого не имеет отношения к революции, он просто ее возглавил в нужные моменты. Просто я немножко в теме, то есть я реально просто в теме, практически день за днем, как все это происходило, и весь этот террор, и весь этот голод, который быстро наступил, конечно, это варварский режим, и я считаю, что, к сожалению, когда недавно уже был юбилей, сто лет революции, очень жалко, что это прошло не так заметно. Конечно, нужно было гораздо ярче этот юбилей осознать, привести какие-то архивные документы серьезные и разобраться в этом, что же все-таки это произошло сто лет назад, а у нас до сих пор существуют там всякие коммунистические партии, Зюгановы, которые говорят, как это все было замечательно, носят наладскими портрет Ленина и поднимают большие плакаты Сталина, который там миллионы людей уничтожил. Вот это по ноптикам. У нас с одной стороны открывается памятник ГУЛАГу, то есть репрессиям, а с другой стороны люди уходят на площадь, здесь же в Москве, с плакатами Сталина. Ну, это какой-то такой перевернутый мир или это удивительный мир, или это, может быть, просто ломка того, что все-таки вот только-только там, условно там, сколько, 30 там, или это закончилось, все это в их ханалии коммунистическое, и, может, просто нужно еще пять-сто лет, чтобы все-таки осознать того, осознание того, что это было, конечно, большое преступление перед человечеством вообще. А на ваш взгляд, Ленин должен быть похоронен, или все-таки ему место в Мавзолее? Конечно, ну, конечно, ну, конечно, ну, послушайте, безотносительно, как мы к нему относимся, с плюсом или с минусом, ну, что это, манифицированное тело лежит в центре Москвы, ну, поверьте, и это вообще, я считаю, что хороший был повод сто лет революции, его надо было захоронить, как он просил, с матушкой в Ульяновске, и это было бы благородно, и просто по-крестьянски спокойно. Это, конечно, нет, это вообще не обсуждается, эта тема не обсуждается, и вообще, я считаю, что вот этот Мавзолей и Ленин – это такой памятник трусости. Могу объяснить, почему. А вы понимаете, что вообще это противоестественно вообще было даже у коммунистов, да, как и так. Понятно, но просто народ шел прощаться же, согласен, народ стал прощаться, он шел и шел, шел и шел, и ни у кого не хватило мудрости или смелости сказать, все, стоп, прощение окончено, происходит, ну, мы хороним его, и уже, пожалуй, на могилу приходите. Этого никто не сделал, это превратилось уже в какой-то аттракцион, мавзолей, я даже не знаю, что это такое, понимаете. Для меня это, конечно, очень тяжелая ситуация, я считаю, что это ненормальная ситуация, она ненормальная, она ненормальная. Вот вы сказали в одном из интервью, я вас процитирую, сегодняшний политический режим мне совсем не нравится, нам нужна новая страна. Какой вы видите новую Россию? Когда я так говорил, я что-то не припомню, там, может быть, там пошире как-то я что-то сказал, что-то я не припомню такие слова. Ну, даже если вы этого не говорили, какой вы видите все-таки Россию в будущем? Ну, конечно, я вижу Россию, которая абсолютно занята, то, что если мы говорим про художественную часть, мне про политическую труднее говорить, но та, которая занимается собой, понимаете, та, которая не бежит и догоняет, например, то, что я говорил, Голливуд. Его нельзя догнать, это совершенно другая система координат, и развитие индивидуальности, и людей, которые могут делать что-то от себя. То есть я считаю, что 140 миллионов человек говорят на русском языке, ну, даже на самом деле больше, да, и надо общаться с этой аудиторией, а не пытаться говорить на другом языке. И, кстати, в Франции есть закон, мне очень нравится, что вот на том же радио всегда ищут замену английскому слову на французский. Поэтому если есть возможность, моя бабушка говорила, то всегда должен говорить на понятном языке. Поэтому я считаю, что индивидуальность, вот то, что будет развиваться в России, ну, это единственный возможный шанс Россию поднять на том уровне, который она была до революции. Индивидуальность. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо за то, что согласились и нашли время. Юрий Грымов, российский режиссер, был на связи в программе «Абонент доступен». Эфир провели Анна Смирнова, Вадим Родионов и Родион Золотарев за звукорежиссерским пультом. Всего доброго, до свидания.